Готовность установки докации и задачи Галины на новый научный год. Сегодня в Гомеле прошла городская конференция наставников. Сделанным опытом, что вперед, они могут гнариться. Все школы готовы до начала занятков. Про тяг темы далее в сюжете. 27-я Гомельская школа – установка не совсем обычная. Побудована в 1936 году и она называлась Сталинской. И была своя особливым символом достигнения Советского Союза в гуманитарной сфере. Той статус застався у минулым, але школа и зараз з'является прикладом для інших. До початку нового научного года тут не только провели косметичный ремонт классов, але и реализовали планы, об яких давно марили. На кшталт установки системы повешения пожары. При этом больше 60% укладенных сроков – бюджетная поддержка. Остатнее – охверование батьков и спонсоров. А про шатого в ближайший час будет набитые обсталевания для харчблоку. Крыница финансования – сроки за перемогу в областном конкурсе средних школ по вынниках попереднего научного года. Лепша установа дукасы региона. Гэтым статусом саправды можно ганариться. Один из профилей нашей школы – это информатика и программирование. И вот из призовых дипломов на области, у нас их 55, 45 – это дипломы по информатике. Есть дипломы по физике, по химии, по биологии. Есть дипломы на конкурсе английского языка искусства говорить и на конкурсе поиск. Но самое ценное для нас, конечно, это информатика и программирование. И вы знаете, нам очень приятно, что вот таким маленькой изюминкой на торте нашего учреждения стало сообщение о том, что учащийся нашего 10 класса Лосев Александр вчера вошел в состав сборной команды Республики Беларусь на Европейскую Олимпиаду по программированию. Из Республики Беларусь на Европейскую Олимпиаду поедет 4 учащихся из города Гомеля. Их только 2 из состава «Наш ученик». Новый научный год в школах начнется с повторением материалов, которые проходили в прошлом четверти года прошлого. Тогда подчас пандемии коронавируса шмат хто вучуся дистанцейно, что нелепшим чином отбилось на узровне ведов. Якость выкладания по раннейшим застается одним из основных приоритетов системы эдукации. Дарыш, в рамках работы городской конференции наставников организуется выстава, присвященная истории народной эдукации Гомеля. Сярод документов – протокол аналогичный агульно-городской конференции 1931 года. Шмат якие агученные тады пытанни не стратили актуальности до этого часу. Профориентация школьников, политическая свядомость наставников и вучняв, рот зарплаты работников Галины, роля батьков в выховавчем процессе. Хоть сущасность диктует и новые потребования. На кшталт технического забеспечения школ, у приватности новыми компьютерами. В обновлении компьютерной техники нам очень серьезно в этом году помогло Министерство образования. У нас достаточно большое количество классов оборудованных биологией поставлено в учреждения образования. Но чтобы вы понимали, класс биологии – это полностью современный, со современными средствами обучения, с мебелью кабинет. И ранее поставлялись кабинеты химии в учреждения образования. Также обновляться будет как за счет бюджетных средств, а также за счет поисков дополнительных источников финансирования. Первого века в Гомеле открыется новая школа, которая находится в 21 микрорайоне. А прайшатого завершается распрасовка проектно-каштаресной документации на будовництво установы адукации у 96-м микрорайоні города, який больше вядомый, як хутор. И такая лишьба на подрыхтовку школ Гомеля до нового навучального хода з бюджету было выдатковано 3 млн 600 тыс. рублёв. Это значно больше леташнего узровня. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Юген Макенка, телерадиокампания Гомель.